Как Винстон Черчилль перед смертью сказал, как мне все это надоело, так я тоже могу об этом сказать, что, наверное, самое главное, что бы я хотел сказать о своем отношении к миру, к обществу, то, что за свою жизнь я, пожалуй, не встретил человека родственного душой, с кем бы я мог быть откровенен, не то, чтобы даже откровенен, нет, откровенен я был со многими, но их не интересовали мои откровения или не их воспринимали извращенно, я имею в виду не откровения, а достаточно близок к духам, даже не то, чтобы близок, а просто как бы в сознании, человека, который был бы достаточно в сознании, чтобы я с ним мог общаться, чтобы был диалог, чтобы было ощущение нашего совместного бытия с этим человеком. Люди, к сожалению, скатываются к весьма простым вещам, во главу угла они ставят достижение определенных целей, карьера, деньги, такие цели, которые, они, по идее, могут быть и недостижимыми, ну, сколько можно заработать денег, да, ну, карьера, да, можно бесконечно пытаться залезть куда-нибудь, но, с другой стороны, они отягощены, эти цели, тупиками, такими, то есть, вот, когда человек хочет как можно слаще питаться, как можно лучше кушать, он не сможет, не сможет достичь этой цели никогда, а мы можем жить только гармонично, и в этом смысле, я бы сказал, человек не может стать перед собой целью заработать больше всех денег, или максимально больше денег, потому что это не гармоничная цель, он не может ставить перед собой цель быть главным, быть самым, там, изрекателем истины, или еще как, потому что это не гармоничная цель, это тоже тупик. Бывают тупики недостижимые, когда ты идешь в него, недостижимый, ты уже в тупике, тем, что ты бесконечно вот к нему стремишься, к этому тупику, а бывают тупики такие, ну, выпить, например, сколько ты можешь выпить, пока здоровье не разрушишь, да, или сколько спать ты можешь, вот это самое наглядное пособие для детей, самая наглядный пример, ну, будешь ты спать 6 часов, 8 часов, да, а потом, потом тебе уже неприятно спать, ты не можешь уже удовольствие получать. Поэтому, ну, как это ни удивительно, мы существуем как часть целого, и мы существуем в русле неких законов, и даже наши правители это понимают, и, наверное, тот правитель небезумный более-менее в сознании умный, который, понимая это, позволяет, позволяет окружающему пространству развиваться по его законам, а не наказывать реку кнутами, или еще что-нибудь такое безумное творить. Вот Путин, например, он позволяет эху Москвы, так сказать, пиздоболить и выпускать пар. Ой, слово нехорошее сказал. Хотя, вот это слово, оно означает всего лишь передеть на славянских языках. Ладно, не буду я в этимологии углубляться, многое можно что сказать, по другим словам тоже. Но из трех букв тоже слово было раньше богослужебным словом, призывающее силу. И людишки, они все извратили. Они постоянно извращаются. Одно извратили, сделали из святого говно, к другому переходят. Из говна делают святое. А потом и так далее, и так далее, и так далее. Вот эти микробы, они все время по кругу, по кругу. И вокруг меня, в принципе, были вот эти вот микробы. Не было такого человека. Хотя были. Был у меня мой лучший друг. Не детство, а вот уже зрелого возраста был. Когда у нас было такое духовное единство. Когда мы многое обсуждали вместе, понимали друг друга. Это многого стоит. Но все это было потом разрушено. Вообще, кстати, механизм такого разрушения таков. Если у тебя есть друг, подруга, лучшие, очень близки вы. А у этого друга или подруги есть еще друг, который вас не любит почему-то. Или он не хочет с вами делить этого человека. Или что еще, почему. И он нашептывает этому вашему другу, подруге всякую неправду, всякие извращения, права, всякое искажение. И человек, бывает, верит. И вот через такого агента, так сказать, получается такое разрешение. Вот эта картинка Евы и Змеи с яблоком. Что-то вроде этого. Так что, если вы человеку хорошо относитесь, то бойтесь тех, кто всякую напрасненную гонит на близкого вашего человека. Лучше, наверное, все-таки расстаться с тем, кто раскол вносит, разрушает вас. Так что, главное о жизни, это то, что мы, к сожалению, да, часть. И мы не сможем отгородиться от этого целого. И построить бастионы из алмазов, бриллиантов, денег и чего угодно. И растянуть наше существование. Вечно. И сделать его бесконечно приятным или что. Но, если исходить из этой логики, да, что тупик, а что не тупик, то вот я, когда читал лекцию детям в Керчи, по-моему, в седьмой школе, не помню точно, то я им говорил, что бесконечное познание. И если вы способны получать удовольствие от познания, то вы можете бесконечно получать это удовольствие. Там нет тупика. И подчиняя этой цели себя, вы избавляетесь от этих тупиковых вещей, от алкоголя, от сигарет, от чего угодно. От всех этих, ну вот я тут живу уже год, да. И было очень плохо мне, ну очень плохо. И, любя этих детей, и стараясь быть им полезным, я избавился от алкоголя. Даже врачи отказались мне помочь. Я пытался, чтобы не госпитализировали на какое-то время, чтобы я пришел в себя, отказались мне помочь. Я сам смог это сделать. Вот, вот что мне помогло. Бог нам дал для чего? Чтобы мы понимали. Когда мы понимаем, да, там, Андрюша Кононов-Бесенок пытается, там, какую-то педофилию мне приписать. Когда я понял, что к чему. У меня, кстати, есть одна статья на прозе.ру относительно этого вопроса. Там, ЛГБТ, там, что-то там, педофилия, там, и другие извращения. Я там, в принципе, написал, но, может быть, не все я написал, что я еще дополнительно понял после этого. Но я понял только одно. Что я люблю этих детей. Очень даже легально. Очень даже правильно. И поэтому я имею возможность их любить. Это как такое теплое пламя любви. Это не нечто такое вьерц. Не нечто такое дикое. Нет. Не нечто такое разрушающее. Это созидающее. Это дающее пользу и мне, и им. А Андрюша Кононов что им дал? Так вот, разум позволяет вылечивать тело. Когда ты не понимаешь, чем ты занимаешься и куда идти, тело разрушается. Когда ты подключен, когда ты способен из вот этой, ну, как сказать, матрицы, от Бога или как там, кому как. Это слово, такие слова, все. И главное же понимать принцип, смысл. Смысл в том, что ты окружен этим информационным полем человеческого общества. Когда ты в состоянии впитывать оттуда вот эту ментальную информацию, энергию. Вообще информация это тоже, это и есть хранилище энергии. И когда ты способен понимать, кто ты, как себя приспособить к окружающему пространству, к этому обществу, к этой матрице. И ты трудишься над этим. И ты понимаешь, что ты должен заплатить по номиналу. Что вот это стоит столько труда там или чего. Это стоит столько труда или страданий. И ты платишь, терпеливо платишь. И ты, так сказать, в законе Господа, вот опять же, вот религиозные слова, а несут-то ведь нерелигиозный смысл абсолютно. Я, честно говоря, разочарован нашей современной наукой, что она не создала такую ветвь науки, как религоведение. С моей точки зрения. Ведь это целиком прикладная вещь. Религия это целиком практичная вещь, практическая вещь. Я бы, конечно, мечтал, я начал в своей библистике, подкопался, так сказать, к таким вопросам, которые позволяют думать о создании объединяющей религии. И я думаю, религия должна успевать за политической картиной мира. Если объединяются государства, в которых и мусульмане живут, и православные, и буддисты, и еще куча всего, то их объединяет закон. Получается, закон берет на себя роль религии. Но так как религия это фундаментальная вещь, которая подключена к нам с детства, она должна быть, да? То большой беспорядок в современном мире с религией, большая нестыковочка. И, ну, конечно, в природе ничего не бывает уродливого. Все, что уродливое, оно неизбежно пропало, исчезает. И то, так сказать, отсеивается. Все гармоничное, все полезное. И это бесконечный процесс. Конечно, это тяжелая вещь, новая религия. Она будет новой всегда. Через 100 лет еще новая, через 300 еще. Она всегда должна обновляться. Это жизнь. Она своего рода новая, но она не новая. Принципы-то старые будут. Но она должна объединиться. Не то, чтобы даже совсем объединиться. Она должна сблизить понятия различных религий. Ну, например, вот эти, вот мои знакомые, мусульмане. И что, это мешает мне любить этих детей мусульман? Да нисколько. Я нисколько в них не вижу каких-то таких особенных детей. Нет, абсолютно. У детей своя религия, я бы сказал. Когда они не знают ничего, у них свое там в голове. Это, как хотите, назовите от Бога, не от Бога. Да, так вот я хотел о чем-то главном, да? А главное в том, что мне не о чем жалеть. Я не меньше имел, чем, ну, избитый, так сказать, пример Путин, допустим, да? Что я меньше имею, чем Путин? Вот где я живу? Я что, живу в грязном месте? Вот как красиво. Ну, это красиво живу. Конечно же, это не та красота, которая, так сказать, кристаллическая какая-то, да? Но это чистота, это лес естественный. Это натуральный лес, это ненасаженный лес. И он тут был давным-давно. Тут вот травы нету, тут вот ли она вот стелец. Это тоже никто ее не сеял. Тут все естественно. Ежики, белки. Я всегда с собой имел любовь. Любовь – это не те люди, которых мы любим. Любовь – это внутри нас. Да, трудно передать о главном. Я не жалею ни о чем абсолютно. Я смиряюсь с тем, что есть. Да, вот без подготовки трудно диктовать. Падают листья. Осень. Желтые листья падают. Через несколько дней будет ровно год, как я здесь. Ночью 23-го я приехал на той стороне Рейна, Германии. И перешел сюда 24-го. Я здесь переночевал ночью. Октября. Сегодня уже, по-моему, 16-е. Ну вот 8 дней. Через 8 дней будет ровно год, как я здесь. Год назад тут ничего этого не было. Ну, это, конечно, я не сказал, что я тут многое сделал. Я работал, ну, грубо говоря, раз в неделю, если так уж по несколько часов, если посчитать. И, ну да, это просто подновление там. Моя задача была избавиться от грязи, грязи, потому что я... Была куча грязи здесь. Была очень дождливая осень, очень мерзлая. Сейчас, конечно, я себя чувствую здесь гораздо лучше, почти как дома. Сюда забредает по 2-3 человека вот в год. Поэтому я даже себя как-то тут защищенным чувствую. Если сюда кто-нибудь зайдет и тут разрушит, все, конечно, это все... Ощущение пропадет навсегда. Ну, пока вот так вот. Я в Париже, думаю, найду ли я в Париже место, где меня грабят. 18-го ночью. Ну, в общем, главное то, что... Главное то, что... Чтобы сохранить свою целостность, нужно избежать вот этих взрывов внутренних, эмоциональных, всяких встрясок, наркотиков, там, не знаю, алкоголя, всего это избежать. Для этого нужно все иметь в себе. Быть самодостаточным. Тогда можно в моменты таких жестоких, ну, войн, там, не знаю, вот как я сейчас, беженец, да? Ведь это деформирует людей. Люди предают друг друга. Что так они творят? Это если бы я все описал, даже мой собственный адвокат надо мной смеялся и сказал, что я ему пишу, это садизм, защитите меня. Она игнорировала. Потом она сказала, да, это само собой, это тут как бы... И она ничего не будет делать, а будет делать только какую-то процедуру чисто механистически. Она не будет исполнять роль адвоката, как она вот, как люди думают, да, или вот роль врача. Врач, на самом деле, врач не исполняет роль врача, он просто делает показуху, обезболивающее от замерзания, допустим, выписывает, чтобы человек вообще погиб. Ну и так далее. И чтобы от всего этого вот уберечься, нужно как вот бактерия покрывается этой оболочкой, вот бактерии или там микроорганизмы, они вот скорлупу закрываются и переживают такие моменты. И внутри себя они имеют микрокосм. Вот нужно бы иметь такой микрокосм. Но люди, вот бактериальные, простейшие люди, они не имеют микрокосм. Они должны быть постоянно подсоединены к этой матрице, постоянно иметь перед собой какую-то мобилу, где у них постоянно вот загрузка идет. Или просто какая-то мелодия ритмичная, или рэп, или что-то, постоянно должны быть подключены к чему-то, чтобы выпускать, выпускать энергию отсюда, куда-то вот спускать ее. Не пользоваться ей для того, чтобы... Ведь мировоззрение сложное требует очень много энергии и работы для обновления, для обслуживания, так сказать. Вот они просто спускают эту нафиг энергию куда-нибудь наружу. И кто мешает им это делать, это шумовики вот эти, да, они плохо себя чувствуют. Им нужен шум вокруг себя, дым, action, action. Вот. Спускать все. Пар. Так вот, а мне наоборот, нужна тишина, чтобы в эту скорлупу эту забраться, и чтобы телесный я умер, а духовный я наоборот. Ну, это все уже философские вопросы пошли, стыкующиеся с парадоксами бесконечности. Ну, вот тоже моя мечта от этих парадоксов избавиться и осознать, так сказать, некоторые вещи, которые нам вот трехмерным плохо понятны. Да, познание – это большое удовольствие. Но, к сожалению, когда невозможно с ним поделиться ни с кем, да, тут хочется кого-то такого создать, хотя бы, чтобы или воспитать, или так уж понятненько объяснить, ну, хоть кому-то, чтобы было ощущение, что ты не один существуешь во Вселенной, а что кто-то еще есть. Так, ладно, пойду я в библиотеку, уже солнце припекать начинает уже. Но я не спешу, потому что очень обольной от этой библиотеки. Слишком много, без перерыва я сижу. Вчера Twitter за три года, по-моему, я прошерстил. Вот сегодня надо закончить, я думаю. Там много интересного нашел. Ну, немного, но кое-что есть. Продолжение следует...